сейчас вы расскажете как вы познакомились с нитки после того как я зрителей познакомлю давайте несите сюда кошечку с у нас такая традиция есть мы кошек бездомных а она сердит и как ее зовут отмыто волнуется вот мы еще бы это ее первый эфир будем надеяться что последний вы хотели что после этого эфира и остается и не знаю я вижу первый раз просто убежала нет она нет она ухоженная на улезована очень часто отказываются хозяева по теме или иным причинам от кошек и отдают их в приют и мы попытаемся найти новый дом вот вы считает что мы с ними знакомы начать ножка тянет нет у нее вот она немножечко у нее с ножкой проблемы потому что когда ее мама родила это мне рассказывали кураторы ей мама ножку откусила в легкую поэтому нас немножечко такая у нас девушка прихрамывающая в легкую вот что повышает ее шансы на новых хозяев так расскажите как вы со шнитке познакомились это когда был то есть это было служебное знакомство которое переросло в творческое или бы я стал снимать картину араб петра великого она вышла созданием с высотским картина сказ про то как царь петр араб женил да да вот искал композитора и значит шнитке уже на начал тогда работать кино он был молодой но даву сразу был легендарным абсолютно таскадем позитором и я помню я пришел к нему очень тщательно подготовленные тоже молодой был старательный значит такой таскать какая мне музыка нужна значит вот хочу чтобы была такая тема знаете чтобы она была это стать и героическая и романтическая и чтобы она легко переходила в такую в такую вороничную сатирическую таскать чтобы не было таскать потенциал того всего пятого десятого ну всякую режиссерскую глупость вам надо что-то вот вроде этого таскать да да и стал играть гениально сам с импровизировал эту тему которая у меня нужна гениально все таскать да вот это я возьму у меня придумают похоже его нет вы уже придумали а у меня был диктофон мне сказали пиши обязательно его на диктофон был он свои импровизации не сохраняет и он написал главную тему картины вот даже не раз как мгновенно просто на его родилась таскать и все но потом он работает когда он тему придумал это для него только начало не песняк он композитор он сочиняет этот музыкальный объем такую многоголосую таскатью партитуру и вот я увидел много раз как работает композитор вы знаете он абсолютно неподвижный никаких вот этих романтических историков он подбежал сыграл на рояле подбежал туда ничего он просто сидит как камень абсолютно и в голове у нее вертится эта музыка и он вот так вот этой свете тысячи этих сотни тысяч эти маленьких значков черненьких он значит записывает и так он может проводить все время именно это для него счастье именно это он это это для него жизнь все остальное так вообще и просто мозг не выдержал вы знаете какой-то момент взорвался но это поразительная вещь совершенно работающий композитор вы говорите что нельзя было услышать его нигде кроме как на экране кинотеатра почему а потому что на него был запрет он же авангардный композитор но по тем временам он был много модернист авангардист я не знаю так сказать новатор тогда другие композиторы были части хороший композитор но скажем дмитрий кабалевский прекрасный совершенно композитор детскую музыку писал но то ужасное совершенно влияние так сказать она вот на официальную так сказать жизнь нельзя не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24